Спальный район города Кирова. Огромный рельсовый кран закачался и рухнул на девятиэтажный дом. Вовреждены квартиры, балконы, раздавлены припаркованные во дворе машины. Ущерб огромный. А всё потому, что какой-то неумелый рабочий плохо закрепил многотонную конструкцию, и та не удержалась на сильном ветру. Кто так строит? Видеоледенящая кровь. У этого дома в прямом смысле стена отошла. Жители заселились в многоэтажку совсем недавно, и вот уже первые неприятности. Люди услышали странный треск, вышли на улицу посмотреть и не поверили глазам. Обшивка качается на ветру. Вага! А на этих кадрах обычный жилой комплекс в Караганде. Но это только на первый взгляд. Внутри новостройки образовалась огромная трещина, и дом накренился. Находиться в нём просто опасно. Почувствовав неладное, жильцы покинули свои квартиры. И не зря. Утром здание развалилось. Ужас! Ужас! Офигеть! Повезло, что оно рухнуло не во двор, а в противоположную сторону. Горе-разработчики совершили ошибку в проекте, и результат не заставил себя ждать. В этом доме кто-то неудачно сделал перепланировку, и в итоге погибли несколько человек. Ура! 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 Причина этих катастроф не бомба, не землетрясение и не ураган. Просто кто-то кое-где не рассчитал, не досмотрел, сделал как попало. В народе говорят, руки не из того места. Смотрите далее. Ломать не строить. Откуда берутся такие специалисты? Ура! Мастера апокалипсиса. За что берут деньги такие работники? Разрушение под ключ. Кто ответит за халтурный ремонт? И как найти управу на разгильдяев? Достаточно агрессивно мы были посланы. Захватывающие кадры, свидетельства пострадавших и откровенные признания тех, кто сам себя называет криворуким. Как уцелеть рядом с ними? Смотрите прямо сейчас. Этот учебный год школьники подмосковного Ступина завершили под грохот, обрушившийся с потолка штукатурки. Самое удивительное, что капитальный ремонт здесь был закончен совсем недавно. И вот результат. На третьем уроке это был урок русского. И во время теста мы писали, что или все случилось, ну, достаточно внезапно. И, ну, благодаря действиям классного педагога, подсадавших не было, быстро нас всех вывели. Конечно, это было для детей стрессом. Стрессом, шоком. Соответственно, для нас родителей тоже никто этого не ожидал. Здание построено в 1939 году. И все 79 лет здесь постоянно осыпалась крыша. У Светланы в школе учился сын. Она сама окончила ее несколько лет назад и прекрасно помнит подобные ЧП. Ну, наверное, это чья-то недоработка, я думаю. Потому что, когда я училась, потолки сыпались. В мое время я тоже училась в этой школе. И, наверное, строительные организации, наверное, что-то сделали неправильно, раз такое могло произойти. Очередной капитальный ремонт в школе ждали с нетерпением. И когда он подошел к концу, нарадоваться не могли. Поставлены новые унитазы. Новая водитель, посмотрите, плитка Виндзор. Итальянская плитка Виндзор. Туалеты, лестницы и фасад в школе обновили за 30 миллионов рублей. Но вот потолки почему-то не тронули. Соорудили поверх ветких новые, натяжные. Вот вся эта многоуровневая система и развалилась. Ремонтных работ не проводилось, потому что не требовалось. То есть проблем, в принципе, с потолками не было. Подвесной потолок в классе обещали восстановить. Но где гарантия, что история не повторится? Как обвалился потолок в школе Кемеровского Прокопьевска, сняли на телефон сами ученики. Учитель чудом не пострадал. Чего не скажешь о детях, которые пришли на урок плавания в бассейн города Шлиссельбург Ленинградской области. Для них он закончился черепно-мозговыми травмами. Откуда-то сверху, прямо на головы, внезапно прилетел кирпич и пластик. Причем крышу ремонтировали всего несколько лет назад, после обрушения другой части потолка. Но качеством ремонта тогда, похоже, никто не поинтересовался. Эти видеокадры в 2016 году потрясли не только чебоксары. Обычный с виду дом вдруг разъехался по швам. Удивительно, как обошлось без жертв. В здании находился швейный цех Всероссийского общества глухих. Работницы не услышали, как затрещала стена. Но зато ясно увидели, как на столы посыпалась штукатурка. Вовремя заметили швейный цех, что начал сыпаться песок на столах. Все вышли и резко сдали на руки. О причинах обрушения в городе узнали позже. Собственник задумал расширить здание, оборудовав пристройку. Фундамент дома не выдержал и дал крен. Обвал угловой части был неизбежен. Криворухие. За что не возьмутся? Все выходит в кривь и в кость. Им нельзя ничего доверить. Смотрите далее. Ремонт по-честному. Как не попасть в руки горе мастеров и сохранить свои деньги? Вот в наших коридорах капитально отремонтированный дом по документам администрации. Строители без страха и упрека. Чем они думают? Давай давай, ломается, ломается. Лес рубят, щепки летят. Откуда берутся те, кто все рушит, губит и уничтожает? Безответственные, неуклюжие, неповоротливые. У них всегда все ломается, бьется и валится из рук. Как с этим жить? Смотрите прямо сейчас. Рабочие одного из пролетов строящегося небоскреба в Китае и не подозревали, что, орудуя лопатами, выроют себе могилу. В датском морском порту сразу все пошло не по плану. Хотели снести силосную башню, а разрушили местную библиотеку. Тот, кто составлял траекторию возможного падения сооружения, очень сильно просчитался. Аналогичный конфуз случился в Китае. Было две трубы, а стало не одной. А это вследствие того, что было неправильно заложено и рассчитано нагрузка, ударная нагрузка от взрыва, то есть от взрывчатого вещества. Ошибки, просчеты, недоработки. Все эти происшествия – результат работы конкретных людей. В Нижегородской области семья удаловых вернулась из города в свой деревенский дом. А половины строения нет. Вместо пристройки с кухней и баней – свежий асфальт. Уехала на месяц, приехала, смотрю, дома нет. Баня, она вот у дороги стояла, вон где столбушка сторчит, там колодец у меня был, и баня стояла. На повороте ее сшибли. Эту баню ее пришлось сюда переставлять. Строители прокладывали дорогу, сметая все на своем пути. Им не помешал даже тот факт, что земля и дом находятся в собственности у Валерии. Не предупредив ни о чем, не заплатив какую-либо компенсацию, они просто пришли и начали строить. Неприятность заключается еще и в том, что когда горе-ремонтники снесли фрагмент дома, оставшаяся его часть тоже стала разваливаться. Сейчас это дом, в котором невозможно вообще находиться, потому что рухнуло все – и стены, и крыша. Соответственно, дом пошел, разрушаться начал дом, потому что нарушили конструкцию. Хождение по кабинетам поначалу ни к чему не привели. Пока тянулось разбирательство, пострадавшие чего только не делали, чтобы обратить на себя внимание властей. Перекрывали новую дорогу и даже жили в палатке. Все, живем здесь теперь. Чиновники приезжали, но ясных ответов не последовало. Совсем недавно пострадавшим удалось добиться справедливости. Оплошность проектировщиков теперь официально подтверждена судом. Дорогу проложили по неправильным координатам. И теперь мастера должны ее демонтировать. Но кто восстановит дом и возместит потери? Пока на эти вопросы семья удаловых ответа так и не получила. Эти двое явно не ведают, что творят. Схватив бревно потолще, они выбивают опору у недостроя. Но зачем? Друзья за кадром подбадривают. Давай еще! Еще! Давай давай, ломается, ломается. Или вот еще один умелец. Зачем он стучит кувалдой в самое хлипкое место недостроенной бани? Как объяснить действия этого человека? Прячься, Сережа! Но Сережа и не думает останавливаться. И получает по полной. Под грохот падающего дома случается всеобщее веселье. Мужики по старой доброй традиции после чудесного спасения крестятся, радуясь тому, что живы остались. Почему одни лечат, другие калечат? Одни чинят, другие ломают. Одни строят, другие разрушают. Оказывается, снести 30-этажный небоскреб можно очень даже аккуратно. Идеальная работа. Эти здания складываются, как карточные домики, не задевая ничего вокруг. Невероятно! Из трех многоэтажек падает только одна. Центральная. Ювелирная точность. Ростовская область. Автокран буквально встал на дыбы, когда не смог оттащить бетонный столб линии электропередач. В этой схватке до победы он явно не дотянул. Бедолага-крановщик успел выпрыгнуть из кабины за секунду до переворота и уцелел только чудом. В Барнауле кран понадобился, чтобы перенести уличный павильон по продаже семян. Он долго кружил в поисках подходящего места для приземления. И в итоге нашел. Если бы водитель такси сел в машину на секунду раньше, живым бы уже не вышел. Многотонный бульдозер нужно опустить в котлован. Сложная задача. Крану удается оторвать махину от земли и с трудом повернуть стрелу. Дело за малым. Спуск вниз. Крановщик примеряется, работает осторожно. Но недолго. Ох! 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 Подобным образом оказывается в канаве и это гусеничная буровая установка, которая увлекла за собой все тот же тяжеловесный кран. Эти краны словно заколдованные. А может, что-то не так с их водителями? Ох! Стой! Такое часто встречается, потому что, ну, это зависит от того, соответственно, как компания относится к подбору персонала. Если взять, допустим, какого-то нового специалиста, чтобы он мог приступить к выполнению своих обязанностей, его необходимо довольно-таки длительный срок обучать. О чём думал этот человек, когда собирался вскрыть газовый баллон автогеном? Результат не заставил себя долго ждать. Осторожно! Огнеопасно! Даже в Сургуте в лютый мороз не стоит отогревать кран цистерны с горючим паяльной лампой. За несоблюдение техники безопасности эти двое вполне могут претендовать на премию Дарвина, ежегодно присуждаемую людям, которые умерли самой нелепой смертью. Кстати, даже с самой громоздкой техникой можно обращаться ювелирно. Посмотрите на этот эксперимент, который устроил тюменский экскаваторщик. Он сказал, что закроет крохотный спичечный коробок гигантским зубцом. Для этого надо уметь манипулировать ковшом, как собственной рукой. Особое условие – задвинуть крышку коробка так, чтобы тот не упал и не сломался. А вот шоу от ивановского мастера. Зажечь установленную на бетонной трубе зажигалку, чтобы не уронить и не промахнуться. Экскаватор может не только дать прикурить, но даже открыть бутылку. Этот китайский водитель большегрузника попал по дороге в, казалось бы, безвыходное положение. Но он придумал, как из него выкрутиться. Миллиметр за миллиметром и опасный разворот над обрывом в пропасть завершен. Так делают настоящие мастера своего дела. А вот так делают ненастоящие. Эти двое коммунальщиков собрались очистить крышу жилого дома от снега. Путь через чердак – для слабаков. Они принимают решение забраться по внешней лестнице. Но вот беда – на двоих она не рассчитана. В какой-то момент этот парень даже засомневался, стоит ли забираться наверх по хлипкой стремянке. Но друзья внизу подбадривали, и он продолжил свой путь. Канал, ***, смотри. Они захотели починить видеокамеру, установленную на высоковольтном столбе. Теперь самим требуется помощь. Эти деревенские жители задумали освободить двор от старой осины, но не догадались, что это занятие требует знания элементарных законов физики. Теперь нет ни осины, ни соседнего дома. Профессионалы на такую работу смотрят с недоумением. Такое мощное дерево нельзя начинать пилить снизу. Сереж, я верю, что ты можешь. Лучше не надо. Этому незадачливому экспериментатору стоило бы прислушаться к своей жене. Она как чувствовала. Сережа! Не только дерево, но даже одна ветка может весить сотни килограммов. Если эта масса летит в вашу сторону, беды не миновать. Андрей Шувалов – альпинист, лесорум с 20-летним стажем. Он уверяет, если нет уверенности, лучше пригласить на вырубку специалиста. Каждый случай – это ошибка человека. То есть где-то он что-то поспешил, не учел, нахалтурил, поленился. То есть вплоть до худших ситуаций. Вот так валят деревья профессионалы. Только сверху и только частями. Зрелище завораживающее. Я много таких самоутверждений слышал. Я мужик, что там сложно дерево спилить. Я с такими людьми никогда не спорю. Пожалуйста. Естественно, отбор никто не отменял. Но люди разумны, они понимают, что, конечно, это опасно. Эту лестницу в небеса сотворили китайские мастера. Огненные ступеньки поднимаются вверх по ночному небосклону. С каждой секундой появляется все новый пролет. Кажется, это будет продолжаться вечно. Автор самого необычного и впечатляющего фейерверка в мире, художник Цай Го Цян сумел сделать свою работу безупречно. Секрет прост, но требует тщательной подготовки. Огромный аэростат поднимает ввысь проволочный каркас лестницы на 460 метров над землей. А затем вся конструкция поджигается. О-о-о-о! Работа со взрывчатыми веществами требует особой квалификации. Но она есть далеко не у всех. Это учение спецназа на военном полигоне. Идет отработка спасения людей из автобуса с террористами. Такое освобождение заложников больше похоже на их уничтожение. Почему это произошло? Не рассчитали со взрывчаткой? Спецназ подошел к данному вопросу с анатизмом. Это учебный фильм, как не нужно делать. Кувалда – это оружие эстонского спецназа. Вот только проникнуть внутрь здания, где засели террористы, никак не получается. Раз за разом боец долбит в калитку увесистым молотком. Неизвестно, как долго все это могло продолжаться, если бы на помощь не пришел более опытный боец. Всего-то, что требовалось, погрузить самоходную артиллерийскую установку на тягач. Никак не получается. Три попытки не увенчались успехом. И вот вроде получается. Танк с трудом, но забирается наверх. Но нет. Громадная махина заваливается на бок и даже переворачивается. Они ни о чем не думают. Кто же с такой скоростью гонит танк по автомагистрали? Особенно на виражах. Ведь последствия очевидны. Тормози, тормози. Назад! Сдуй! Этот танкист явно перепутал центр Минска с гоночными петлями Формулы-1. Мокрый асфальт, дрифт, аквапланирование. Водитель не справился с управлением. Машину развернуло прямиком в фонарный столб. А это Новосибирск. Готовится к репетиции Парада Победы. Техника колонной движется по центральному проспекту. И только пушка несется совсем в другую сторону. Сбивая все на своем пути, она пересекает все полосы движения. Остановить ее совсем непросто. Сломанные носы, покалеченные лбы и плечи. Эти неопытные стрелки палят во все стороны, но попадают в себя. Нужно бояться не оружия, а людей, которые находятся в руках. У людей нет навыков. То есть удержание оружия, обработки, спуска, они неустойчиво стоят. То, кто учит, не обладает теми навыками, чтобы провести элементарный инструктаж. Профессиональные военные чудят не хуже любителей. Одно дело, когда из рук валится отвертка. Совсем другое. Боевая граната, мина или целая торпеда. На спасение есть лишь несколько секунд. Кто учил стрелять из крупнокалиберного пулемета этого американского бойца? На замедленной съемке хорошо видно, что происходит с его оружием во время огневой атаки. Он просто не убрал палец со спускового крючка. Недотёпы и растяпы. В лучшем случае их ожидают травмы и ранения. Но что делать тем, кто находится с ними рядом? Это просто опасно для жизни. Смотрите далее. Ремонт на полмиллиона и всё переделывать. Как бороться с халтурчиками и разгильдяями? Таких руководных мастеров очень много у нас в Москве. Постарались на славу. Можно ли защититься от криворуких мастеров? Продали квартиру, все средства вложили в это строительство, в это дом. Такие знакомые есть у всех. За что бы ни брались, всё идёт наперекосяк. Мастера кислых щей. В их руках отвертки, дрели, молотки и буры превращаются в оружие массового поражения. Они разбивают окна, плафоны и унитазы. Падают с деревьев, столбов и крыш. Всё, к чему они прикасаются, горит синим пламенем. Особо опасные персоны. Смотрите прямо сейчас. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Да и как могло быть по-другому, если у штурвала горе-капитан? Это судно перевозит груз общей стоимостью несколько миллионов. Близится шторм. Выдержат ли трубы его натиск? Ценный груз плохо закреплён. И вот результат. Волна поднимает корабль и затягивает за собой сразу несколько труб. Они скатываются прямо в море на глазах у изумлённого экипажа. Миллионы рублей уходят под воду. Исправить уже ничего невозможно. Очевидно, что имел место какой-то расчёт при планировании схемы размещения груза на борту судна, схемы крепления этого груза. Потому что видите, как они болтаются просто. На борту такого быть не должно. На этих кадрах заглохший корабль оказался в ледяной ловушке посреди океана. Кто придумал перевозить дорогостоящие иномарки по воде на дальние расстояния вообще без какого-либо крепления? Нашим денежком. Автомобили катаются по палубе, как горох. Ситуация неуправляемая. Они сталкиваются друг с другом, разбиваются, а некоторые вываливаются за борт. Сколько из них доедет до пункта назначения и в каком виде они достанутся заказчику? Прям нахуй не вспомнил. Управления нет, хода нет. Стоит. Помираем. А тут потеряли уже не груз, а человека. Рыболовецкое судно. Команда поднимает трал. Вот к чему приводит несоблюдение техники безопасности. Уйди! За борт улетел! Причина очевидна. При открытой корме никакого страховочного каната. Если бы он был хотя бы привязан, да, пристегнут, ну, он бы не упал за борт. На борту начинается паника. Похоже, никто не знает, что делать. Но упавший оказался везучим. Да, влево, ловите, что? Влево, бери! Вдруг, бросили там, нет? Во, 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 господи! Ну, ничего не делаем! Ничего не делаем! Все, вылезай! Вылезай, да? Да, да, да. Фу, все, слава тебе. Право на борт! Право на борт. Капитан вот этого корабля явно берегов не видит. Полный ход на пристань. Люди на причале до последнего момента верят, что судно затормозит и даже разбегаются не сразу. Но человек у штурвала и не думает останавливаться. Летать как птицы люди мечтают с древних времен. В современном мире для этого достаточно облачиться в специальный тканевый костюм, имитирующий крылья, так называемый винг-сьют. В нем человек способен развивать скорость до 350 километров в час. Два швейцарских экстремала усложняют задачу и совершают невозможное. Они прыгают в винг-сьютах с горы и так выстраивают траекторию полета, что попадают точно в кабину самолета. Здесь опасно все. Одно неточное движение и последствия могут быть самыми тяжелыми. Чтобы выполнить смертельный трюк, парням пришлось повторять его снова и снова. Получилось не сразу. Мы думали о Патрике де Гаэрдоне. Он первым влетел в самолет 20 лет назад. Мы хотели сделать это по-другому, прыгнуть с горы. И это была невыполнимая миссия. А этот полет экстремала Ивана Красовского из Белоруссии закончился совсем в другом месте. На дереве. Сосна проткнула его плечо насквозь. Во время планирования на дельтаплане крыло сложилось, и молодой человек камнем полетел вниз. Прямиком в сосновую чащу. Шоумен Дмитрий Базылев, не стесняясь, называет себя «человек-катастрофа». Недотёпа. Мастер кислых щей. Растыка. Человек-катастрофа. Сколько себя помнит, у него постоянно что-то ломается, падает и летит в тартерары. За чудовищные проделки его однажды чуть не выгнали из дома. У родителей просто лопнуло терпение наблюдать за тем, как он гробит квартиру. Я как-то ещё раз покрасил ванну, и покрасил её баллончиками специально, то есть её обезжирил, всё вот это подготовил. А потом вспомнил, что мама-то у меня аллергик, и я живу-то с родителями, и в эту ночь мне кричали, что я последний день живу в этой квартире. Так было всегда. С раннего детства и по сей день. В шесть лет Дима решил зарядить севшую батарейку от розетки. В пятнадцать он вывел из строя холодильник. С возрастом становилось только хуже. Как-то Дмитрий взялся за пилу и, естественно, травмировал ногу. Решил сделать полку, проткнул руку. Я же не плотник, и, естественно, я не умею правильно обрабатывать дерево. То есть я примерно догадывался, но в определённый момент, когда я ножом вот так вот скребал вот именно вот эту часть, чтобы она была какой-то такой гладкой, у меня так нож соскочил, и он такой х-х-х, и воткнулся в руку, и я такой а-а-а-а. Это невероятно, но при всей своей неуклюжести Дмитрий активно занимается паркуром, где концентрация внимания и точность движений важны как ни в каком другом экстремальном виде развлечений. У меня была порвана связка в коленке, у меня был бы в их локтя, смещение поясничных позвонков, две операции на ахилл, отросток от шейного позвонка был надломан, была порвана икра. Я ничего вроде не забыл. Почему строительные работы притягивают столько косоруких мастеров? Они словно размножаются там, где надо построить дом или отремонтировать квартиру. У этой бригады авторской ноу-хау, как быстро заштукатурить стену. Это нанотехнологии, инженера в шоке. Сколько раствора наносится на стену, примерно столько же падает на пол. Заказчику это совсем не понравится. Так строить это еще уметь надо. Вот дом, в котором нет ни одной прямой стены и ни одного ровного угла. Наляпано, размазано, не закреплено. Между кирпичами можно руку просунуть. Что за черти, б***ь? Что за строители? Дом на природе был давней мечтой Ирины и ее мужа из Нижнего Новгорода. Они вложили в него все свои накопления. Продали квартиру. Все средства вложили в это строительство, в это дом. Мы заключили договор. Так вот мы у разбитого корыта и остались. Ни с чем. Все, что было, все потеряли. Вот что имеем. Мастера обещали сделать все в лучшем виде. Но дом начал разрушаться сразу, как положили фундамент и поставили стены. Нарушены были все технические нормы по строительству этого дома. Рухнуло перекрытие, когда второй этаж уже стоял. Судебные разбирательства Пименовых продолжались 4 года, но увенчались успехом. Незадачливые рабочие теперь должны компенсировать за свое корявое строительство 2,5 миллиона рублей. А вот так проводят время те, кто не горит желанием работать. Дин спит. Коллеги решили над ним подшутить и разбудить оригинальным способом. Другой роняет уже готовую кладку. У кого-то падает люстра, лестница, а потом и он сам. Но звание «Самый усердный работник года» уходит вот этому трудяге. Ну а вот этот фанат тяжелого рока развлекается на работе как может и собирает в интернете огромные порции лайков и просмотров. А этот строитель даже не стал разбираться, как работает перфоратор. Опытные коллеги подсказывают, аппарат надо сначала включить в розетку, но он продолжает использовать дрель в качестве зубила. Под всеобщее ликование новичок наконец понимает, что от него требуется. Отвалившиеся обои, криво положенный линолеум, вода льется мимо раковины. Вместо розеток какие-то заглушки. Хозяин этой квартиры не может прийти в себя от новой ванной комнаты после ремонта. Наня, дураков в плитку положить. К чему угодно был готов заказчик, но только не к такому. Затирка у плитки размазана. Обшарпанные уголки. Эмоции у мужчины зашкаливают. Это идиотизм. Как нахрен можно открыть этот кран, когда он упирается в эту вещь? Вот просто как это можно? Кто? Кто рождает этих людей с этим умом? Косо, криво, тяп-ляп. Как теперь это все переделывать? И главное, за чей счет? Надо очень сложно переделывать. Необходимо это ломать. Иногда вскрывать стяжку. Переделы потолки, сантехнику. Так как она скрыта вся. Там труба, провода и так далее. Очень все сложно и затратно. Эксперт по строительству рекомендует тщательно отслеживать работу бригад на каждом этапе, чтобы не терять деньги и время. Если стена завалена там на 5 сантиметров, то вы понимаете, что от этой бригады нужно избавляться. Или от этих людей. А это семейство хотело запенить щели на потолке и крыши. Но то ли как-то неудачно открыли баллон, то ли еще что произошло. Бригада-недотеп еще долго будет думать, как отстирать испорченные вещи. Ну, хоть ототрется или что? О, ***, ототрется. Все, забудь. У молодого человека нет живого места на лице. Разбит лоб и нос. Но это его мало волнует. Есть более насущная проблема. Трубочку давай пиво пить, как буду. Москвичка Екатерина доверила отделку своей новой однокомнатной квартиры-студии знакомым мастерам. Те обещали превратить бетонную коробку в настоящие хоромы. Супер-профессионал. То есть он качество гарантировал абсолютно. Гарантировал то, что если будут какие-то претензии, он сам лично приедет доделывать. Екатерина поверила на слово и отдала полмиллиона. Ну, сразу при входе можно увидеть, например, здесь к стеке. Ну, здесь все неровно. Боюсь дальше дергаться, а то все отвалится. И вот так по всей квартире. Сначала прораб клятвенно обещал устранить все недоработки, а потом пропал. И потом, когда мы стали спрашивать, ну, нам достаточно агрессивно, мы были посланы. Ну, то есть отношение из очень мягкого, дружеского и да-да, мы все сделаем, резко переросло в хамское, агрессивное и не суетесь куда не надо. Суперпрофессионалы даже стиральную машину не смогли правильно подключить. Вот я сейчас руку сунула, вот, посмотрите, вся рука мокрая, то есть постоянно что-то пчет. Я боюсь залить соседей даже, хотя мы ей ни разу не пользовались. Люк-невидимку как будто специально сделали так, чтобы он сразу бросился в глаза. Вот как они его сделали, посмотрите, как они все обрезали, как вырезана плитка, там щели. То есть люк, он, его нельзя назвать невидимкой, это самое яркое пятно, мне кажется, здесь во всем санузле. Недоделок не счасть. Екатерина каждый день пытается дозвониться нанятому прорабу, но бесполезно. Тогда она обращается за помощью к адвокату и прямо из его кабинета набирает другому подельнику, Василию. Он в свое время рекомендовал ей горе мастера. То есть получается, что твой брат кинул всех? Получается, да. Хозяйка квартиры честно предупреждает. Ей ничего не остается, кроме как идти в суд. Но, похоже, Василия этим не напугаешь. Вас, я не понимаю, почему ты меня угрожаешь сейчас с трешными рисками? Я не понимаю, что здесь ни при чем. Если, как говорится, у него будут проблемы, сами понимаете. Мирно решить конфликт, похоже, не получится. Пострадавшая не заключила с ремонтниками договор. Но адвокат считает, что у Екатерины есть все шансы покрыть свои убытки. Вам нужно... Можно обращаться в суд. Это спор о защите прав потребителей называется. Также можно в полицию обратиться. По идее, мы можем получить сумму в три раза больше, чем 190 тысяч. Получается почти 600 тысяч. В большом городе попасть на таких умельцев, а значит, на деньги, сегодня проще простого. Ремонтом занимаются все, кому не лень. У них, я думаю, таких рукожелых мастеров очень много у нас в Москве. Кто не умеет работать, но очень хочет заработать денег. При этом, когда им указываешь на недостатки, они начинают агрессировать. Наученная горьким опытом, Екатерина советует не верить обещаниям мастеров. Чтобы не стать жертвой неумелых строителей, надо лично посещать отремонтированные ими квартиры и просить рекомендации у хозяев. И обязательно заключать письменный договор. Смотрите далее. Щука, жерех и судак. А, блядь! Блядь, мой деблядь! Не умеешь – не берись. Адский отжиг на кухнях ресторанов и у себя дома. Адский отжиг на кухнях ресторанов и у себя дома. Осторожно, сюрприз! Бойтесь человека, еду приносящего. Таких не берут в космонавты, но вполне берут в грузчики. Эти рыболовы поймали слишком большую рыбу. Как теперь быть с таким уловом? Гори все живое! Как выжить в обычном баре? Как разжечь мангал и уцелеть? Как не угробить за секунду сотни литров пива? Смотрите прямо сейчас. По-быстрому, на глазок, абы как. Так работают все, у кого правая рука не ведает, что делает левая. Разгрузка и погрузка товара – зона повышенной опасности. Особенно, когда за дело взялись такие специалисты. Здесь все рушится, разбивается, проливается и падает. Все, что должны были сделать эти грузчики – каким-то образом извлечь из машины бетонное кольцо. Кажется, они все продумали до мелочей. Подкатили кольцо к самому краю. Даже подложили резиновые покрышки для мягкости. И кольки не бойся. Но кольцо предательски падает и разбивается на куски. А вот настоящее пособие для начинающих продавцов. Парень хотел то ли испытать себя, то ли покрасоваться перед коллегами и доказать, что он сможет голыми руками снять с полки стиральную машину. Силы хватило, но вот ловкость подвела. Машина выскользнула и разбилась. Полеты во сне и наяву. Этот грузчик, похоже, мечтает стать воздушным гимнастом. Даже тренируется на работе. Этот грузчик разбирает ящики с пивом. Едва установив часть из них на повозку, он задевает колесом рядом стоящие бутылки. В надежде исправить положение, кидается ловить товар, но отпускает тележку. Эффект домино срабатывает безоговорочно. Житель Красноярска несколько дней готовил домашнее вино и снимал на телефон видеоуроки. Извел все фрукты, ягоды и сахар. Готово. Мужчина с гордостью демонстрирует 20-литровую бутыль с напитком. Но что это по сравнению с разбитым шампанским за 42 тысячи долларов? В разгар праздника в ночном клубе на Ибице молодой человек попытался откупорить бутылку. Пробка вылетела, а вместе с ней и сама бутылка. Мужчина попросту не удержал ее в руках, устроив для всех незапланированную пенную вечеринку. Такая удача не каждый день выпадает. В садке этого рыболова все богатство реки Камы. Мужчина гордится своим супер уломом. Рассмотреть, ***, легко. Мама, ба! Богатство! Поймать-то поймал, но попробуй, удержи. Все есть, все. Вот здесь вся рыба есть. Вот щука. Вот это жерех. А, а, ***! А, ***, ***! Эта компания еще долго будет вспоминать свой выход в озеро. Рыбак поймал себя самого. Причем зацепился его крючок за самое мягкое место. Да так, что достать не получается. Сначала пробуют отрезать грузило. Остался крючок, ***. У друзей истерика. Они не знают, плакать или смеяться. Уговаривают несчастного снять штаны. Другого выхода нет. Давай, вырывай! Все! Осторожно, золотые руки. Причем накуролесить могут и женщины. Особенно, когда они берутся за чисто мужские занятия. Открыть шампанское по-гусарски – это, конечно, красиво и эффектно. Но надо уметь. Все хорошо. А эта девушка даже прическу сделать не смогла. Хотела показать, как сделать идеальную челку. Но что-то пошло не так. Нет волос – нет проблем. Зато женщины способны с невероятной скоростью ставить печати, считать деньги, обращаться с крошечными подшипниками. Ученые доказали – мелкая моторика лучше работает у прекрасного пола. А не даже пивные бутылки открывают с большей ложкостью, чем мужчины. Но при таких-то формах. Анастасия узнает весь Ростов. Дни и ночи она проводит в автосервисе. Чинит, крутит, вертит. Колеса, тормозные диски, коробки передач. К ней везут автомобили в ремонт со всей области. Анастасия с легкостью меняет задние стойки без чьей-либо помощи за 20 минут. Пол-то просто так не вытащишь. Нужно сначала стойку чуть-чуть поддомкратить, чтобы у нас болт расслабился. Что не терпит женских рук, так это шашлык. Этот мужчина затеял барбекю. Кости затаились в ожидании вкусного жареного мяса. Но тут он зачем-то выливает в огонь горючее. И что случается дальше, не требует комментариев. Трюки с пламенем – излюбленный фокус шеф-поваров ресторанов и баров. Они отжигают ничуть не хуже любителей домашних шашлыков. Кулинары-профессионалы любят готовить на открытом огне и даже прямо в обеденном зале. Но зачем же подливать столько масла в огонь? В этом ресторане безупречно работает только противопожарная сигнализация. Хороший шеф такого не допустит. Это просто элементарная неопытность. Это незнание того, что происходит в твоем ресторане. Но, к сожалению, у криворуких людей вокруг нас огромное количество. И часто встречаются. К сожалению, у себя на предприятиях встречаются. Фламбе – популярный прием кулинаров всего мира. Блюда поливают крепким алкоголем и поджигают. Получается оригинальный вкус и хрустящая корочка. По сути, когда работает профессионал, не должно быть очень много огня. Достаточно, чтобы алкоголь просто насытил блюдо. Одна небольшая вспышечка, и на этом можно остановиться. В этом случае ничего страшного никогда не произойдет. Известный московский ресторатор Сергей Миронов сокрушается. Из-за дефицита кадров зачастую приходится брать на работу, кого попало. Люди, которые не умеют работать, к сожалению, это, наверное, основной персонал в наших ресторанах. Персонал катастрофически не хватает. И поэтому очень мало кто из рестораторов вообще проводит какое-то качественное тестирование. У них все валится из рук. Не получается. Не ладится. Повара, официанты, бармены. Они бьют посуду, бокалы, роняют приготовленные блюда. И даже на самом высоком уровне. Этот незадачливый официант опрокинул пиво на канцлера Германии Ангелу Меркель. Ей ничего не осталось, как отряхнуться и мило улыбаться. Этот молодой человек выстроил целую кулинарную башню. Он хотел удивить своих домашних, и у него это получилось. Но есть и настоящие повара-виртуозы. Глядя на их работу, дух захватывает. Этот китайский повар каждый день собирает вокруг себя изумленных посетителей. Они снимают на телефон, как он готовит лапшу, пританцовывая и превращая кулинарный процесс в настоящее уличное шоу. Чего они только не умеют. Посмотрите, что творит с сырым яйцом этот мастер. Это же настоящий цирковой номер. Турецкий повар и ресторатор Нурсет Гёгче взорвал интернет своими роликами, где он показывает процесс разделки и приготовления мяса. В Турции у самого знаменитого мясника 8 стейкхаусных и 4 бургерных. Из нарезки, жарки и подачи он делает настоящий перформанс. Ресторатор настолько харизматичный, что даже стал мемом в сети. На его ролики снимают пародии. А в этом ресторане не до пародий. Бармен-чудотворец собирается сделать огненный коктейль в самбуку. Но это будет стоить очень дорого тем, кто окажется рядом. Девушка чуть не сгорела заживо. Плаве удалось погасить не сразу. Пострадавшую увезли в больницу с серьёзными ожогами. Ходячие недоразумения. От них ни спрятаться, ни скрыться. В ресторанах, на отдыхе, дома и на стройке. Везде. Неумехи и разгильдяи. Мало того, что портят технику, машины, квартиры. Ломают руки, ноги и головы. Они подвергают риску жизнь окружающих людей. Поэтому, если рядом с вами появились криворукие умельцы, держитесь от них подальше.